Ну вот как дипломата спрошу, я думаю, вы видели, да, реакцию Марии Захаровой на атаку Ирана на Израиль, ее ответ израильскому послу. Ну и, собственно, насколько вы оцениваете, это дипломатический был ответ, это один момент, и все-таки можно было бы промолчать, или там, чтобы не скалодировать, ну, много дипломатического текста стандартного, которое можно было бы сказать для всех, и как бы забыть эту всю историю, но нет, дипломатическая эскалация от Российской Федерации, и в пропаганде в том числе, и как потом будут складываться уже теперь, и после таких действий Российской Федерации, с Израилем, насколько Израиль будет опять, ну, если вспоминать, да, дружбу, если это можно так сказать, премьер-министра с российским президентом и так далее, насколько сейчас они будут созваниваться дальше, какие отношения будут? Ну, наверное, сейчас Натаньяо чувствует себя в полном дискомфорте, если учесть тот факт, что во время вот пяти предвыборных кампаний, в одной из них, которые у нас были там в течение двух-трех последних лет, был огромный такой плакат, который висел на нескольких зданиях, где Натаньяо пожимало руку с одной стороны Путину, с другой стороны Трампу, и там была такая надпись «Это высшая лига». Вот теперь мы смотрим, что это за высшая лига, и мы теперь смотрим, что и как происходит, и всем понятно, что у него полный дискомфорт. Всё значительно хуже. Путин позвонил сегодня президенту России, и он, наверное, его утешал после того, как иранская атака на Израиль полностью провалилась. Ну, он не звонил Натаньяо выразить ему поддержку. Это тоже о чём-то говорит. Патрушев, секретарь Совета Безопасности России, вчера звонил нашему главе Национального Совета Безопасности и убеждал его в том, что нельзя реагировать, явно выполняя роль иранского руководства в том, чтобы убедить Израиль не отвечать на эту беспрецедентную атаку, которую Иран осуществил 14 апреля. Ну вот, поэтому ситуация абсолютно понятна. Ну а Мария Захарова, как всегда, в своём амплуа. Сейчас тексты, которые звучат из её уст, из уст российских дипломатов. Одни Бензи, например, их посол при ООН нас осудил, Иран защищал, во всём обвинял опять Америку. Он только что не сказал, что Америка всё сделала и уговорила Ирана напасть на Израиль, чтобы потом обвинять Ирана. Вот этого он ещё не придумал, но у них воображение, поскольку работает в неурочные часы, мы можем от этих людей всё ожидать. Это не дипломатия, это не что-то. Это такой страшный тоталитарный режим, агрессивный очень режим. Союзники его Иран, Северная Корея, исламский джигат, Хизбаллах, Хамас. Вот мы имеем хуститы в Йемене, вот мы имеем такую ось зла. И с этим нам, странам свободного мира, мы должны с этим бороться. Вы видите, удаётся ли сейчас в целом адекватной части мира, скажу вот, наверное, таким образом, заключить вот эти конфликты, которые есть, война России против Украины, агрессивное поведение Ирана, заключить их в тех регионах, в которых они на данный момент находятся, чтобы война России против Украины не расширилась дальше на Европу. Агрессивное поведение Ирана, оно в целом не подожгло ситуацию на Ближнем Востоке, чего очень не хотят ни в Бахрейне, ни в Саудовской Аравии, ни в Катаре, которые между друг другом перезванивались буквально недавно, в том числе лидеры этих государств. Удаётся ли сейчас это заключить? Это цинично звучит, я понимаю, но тем не менее, как вы видите? — Ну, смотрите, вы имеете в виду предотвратить эскалацию военных действий в этом… — Расширение, да. — Расширение, да. — Предотвратить расширение эскалации этих действий. Что интересно было вот в этой всей операции, кроме того, что по своему масштабу, по тому, сколько участвовало в этом стран, по тому, кто участвовал, какими способами боролись с этой атакой, беспрецедентной атакой. Я ещё говорю, это более 330 ракет и дронов, вот шагедов, беспилотников, которые были выпущены по Израилю, баллистические ракеты. 110 баллистических ракет, например, да. И задействованы были высокотехнологические израильские ракеты, так называемые ХЭДС-2, ХЭДС-3, Стрела-2, Стрела-3, которые сбивали эти баллистические ракеты не в атмосфере, а не выходили из атмосферы. То есть мы говорим, на очень высоком расстоянии от земли сбивались эти ракеты. Несмотря на это, всё равно 9 или 10 ракет, по разным данным, я основываюсь на открытых источниках, они всё-таки смогли пройти вот эту оборону воздушную, ПВО, и всё-таки они на нашей территории упали. Нанесён малейший там был ущерб на военно-базе ВВС Израиля, там возле посадочной полосы, которая не используется, большой кратер. Самая неприятная вещь, что из этой истории пострадала арабская маленькая девочка, восьмилетняя, Айсель, она бедуинка, сделали операцию, она находится в довольно тяжёлом состоянии, по-прежнему искусственное дыхание, врачи, ну, последняя информация вечером, врачи надеются, что всё-таки смогут её вытащить из этого страшного состояния. Ну вот это ущерб, да? Но самое главное, что кто участвовал в отражении. Участвовали, ну, понятно, израильские ВВС, ПВО, и с моря били по этим ракетам, и с воздуха полностью, как, ну, действовали абсолютно, как это требуется в таких ситуациях. Но что интересно, что участвовали и орданские лётчики, которые действовали очень профессионально, избивали дроны. Кстати, на территории Ордания, по-моему, погибло два человека, два гражданских лица от обломка в этих шахетах. Далее участвовали посленно и саудовцы, и бахрейнцы, и египтяне, потому что там часть ракет летела через Персидский, через Аравийский полуостров, через Инайский. Там целая была история с точки зрения тактики поведения вот этих ракет и их направленности. Британские лётчики, американские лётчики, французские лётчики. То есть вот это международная коалиция. Вот эта международная коалиция — это, в принципе, очень хороший сигнал Ирану, что если он ещё дальше будет продолжать, то вот кто уже встал на защиту региона от всего, и кто будет дальше продолжать защищать от региона того, чтобы не было эскалации. Но всегда есть так называемые неправильные решения, всегда есть ошибки, которые принимаются, которые, безусловно, могут привести к эскалации. Будем надеяться, что здравый смысл, скажем так, восторжествует, здравый ум восторжествует, и этого не будет. Ну вот также, если уже заговорили о ракетах, минимум половина баллистических ракет Ирана вышла из строя. Об этом пишет ABC News со ссылкой на американские официальные лица. И по данным СМИ, ракеты либо не вылетели при запусках, либо упали, не достигнув своих целей. Всего по Израилю было запущено от 115 до 135 иранских баллистических ракет, отместила ABC News. Как оценивают вообще, в принципе, и те же союзники Израиля возможности технические, военные Ирана? Стоит ли его там сильно так бояться, условно говоря? В каком состоянии, условно говоря, военно-промышленный комплекс? И какие страны могут способствовать этому военно-промышленному комплексу Ирана развиваться? Мы видим, как поддержал Иран Китай, Россия. Могут ли они как-то помогать? Ну, конечно. Однозначно. И однозначно помогают. И это понятно. Это там стратегическая... Между Россией и Ираном вообще стратегический уровень военного сотрудничества. И понятно, что Россия будет помогать, потому что она зависит от Ирана. Там обоюдная помощь друг к другу. И в этой ситуации нельзя ни в коем случае преуменьшать роль Ирана, их военно-промышленного комплекса, как и нельзя преуменьшать роль российского ВТК. Это страшные махины, которые производят очень много оружия. У Ирана огромное количество, сотни тысяч ракет. У России по-прежнему тоже. Украина это чувствует на себе, к сожалению, каждый день. То, что что-то не летает или что-то плохо летает, это мы видим тоже и по российской армии. Здесь тоже много старых ракет, которые там плохо летят. Но ущерба не наносят. Если нет достаточного количества систем ПВО, и самолётов в небе, и помощи союзников, то эти ракеты наносят ущерб. Если бы у нас не было помощи американцев, британцев, французов, иорданцев, вот вокруг Египта, Бахрейна, Саудовской Аравии, Эмираты, то, наверное, бы тоже довольно большое количество ракет долетело бы на территорию Израиля, несмотря на то, что часть этих ракет не взлетела или разорвалась или упала на территории самого Ирана. Поэтому к этому надо относиться, скажем так, очень серьёзно. И всё равно, если сейчас у Ирана сотни тысяч ракет, и половина из них не действующих, то другая же половина действующих и по-прежнему несёт с собой огромную угрозу безопасности Израиля и других стран региона, даже той же Саудовской Аравии или Эмиратам, с которыми у них такие очень сложные отношения, или Египта и так далее. Поэтому тоже надо всё принимать на счёт, относиться к этому очень серьёзно. Ну, а если корпус стражей Исламской революции заявил, что они достигли своих целей, и если Израиль не пойдёт, скажем так, на ту эскалацию, которой остерегаются, скажем так, западные союзники США, Великобританию, мы слышали эти заявления и осторожности, чтобы не эскалировать, и не будет отвечать масштабным, скажем так, обстрелом, возможно, где-то точно, а возможно, и вовсе нет, пойдёт ли Иран опять на подобные атаки полномасштабные, как в этот раз, или уже так доставки повышаются, и тогда будет атакован Иран очень серьёзно с всеми союзниками вместе с Израилем, плечом к плечу? Сложный вопрос, потому что, понимаете, как есть известное изречение, которое говорит о том, у нас, во всяком случае, которое говорит о том, что когда ты начинаешь войну, ты знаешь, когда ты её начинаешь. Но ты никогда не знаешь, когда ты её заканчиваешь. Иран, атакой на Израиль перед этой атакой и после этой атаки, заявил, что вот если Израиль не будет отвечать на это, всё закончено, и мы не хотим нанести какие-то там повреждения гражданскому селению только военным, только военным базам, в ответ на приписываемое Израиле убийство в Сирии, в Дамаске, одного из высокопоставленных там страж Исламской революции, который занимался передачей оружия Хизбалла, из которого он стрелял по Израилю, сирийской армии. Там тоже, скажем так, всё нечисто, и он занимался именно этими контактами, планированием террористических операций, нападений и так далее. Поэтому он, так сказать, понёс свою, так сказать, заплатил цену своей жизни, потому что ему это причиталось на его руки по локте в крови, если не по горло в крови. Но Иран, безусловно, может, если не будет ответной реакции, то он может возомнить, что теперь он может время от времени наносить какие-то удары, и это может его поощрять к дальнейшим действиям. Но вот это именно та мискалькуляция, вот это непонимание ситуации, которое они могут ошибочно принять как за правильное действие. То, что они говорят, что операция достигла успеха, и то, что они довольны, ну, это их право видеть действительность в том виде, в котором её видят. Они же живут в другом мире. Они живут не в том мире, что мы живём. Точно так Россия живёт в другом мире, не в том, что мы живём. Поэтому это естественно. Думаю, что там прекрасно отдают себе отчёт, что эта операция провалилась. Но, с другой стороны, тоже надо смотреть на это всё абсолютно трезво и видеть, что когда такая страна может выпустить более 330 беспилотников, ракет, баллистических, крылатых, других одновременно, это говорит о том, что она может и тысячи таких ракет выпустить. Это будет очень сложно с этим справиться. Поэтому она по-прежнему представляет большую опасность, эта страна. Ну, а Россия её поддерживает, это понятно. Естественно. Китай втихаря её поддерживает, если так выразиться простым языком. Так из-под тишка помогает. Россия открыто выражает поддержку. Пропагандисты сегодня целый день говорят о том, как надо уничтожать американцев, Израиль и так далее. Но мы живём в таком сложном мире. В этом случае, в конце буквально, о реакции, которая была в Организации Объединённых Наций, Антонио Гутерриш говорил следующие слова, абсолютно импотентная позиция, как по мне. Сейчас пришло время для максимальной сдержанности. Народы региона сталкиваются с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Пришло время для разрядки и деэскалации. Адекватный, условно, коллективный Запад, если так говорить, в общем, всегда в первую очередь прибегает к дипломатическим инструментам. Вот в отношении как Москвы, так и Тегерана. Десятки лет санкций в отношении Ирана, дипломатические усилия в их плане. Санкции в отношении России, дипломатические усилия в плане Москвы. Дают ли результат сейчас? И в целом, могут ли в каком-то плане вообще дать результат, чтобы агрессоров обоих усмирить, скажу так? Ну, скажем так, иранский режим, он не самый сильный. И основная масса людей, граждан в Иране, не поддерживает это решение. Кстати, недавно был опубликован очень интересный опрос. В Иране очень много людей пользуются интернетом. Там больше 80% людей пользуются интернетом. И одна из американских серьёзных организаций, неправительственных, которая занимается опросами общественного мнения, она смогла через интернет сделать довольно интересную выборку в довольно больших количествах. И там в этом опросе общественного мнения первый опрос был такой. Вы за Исламскую республику Ирана? Представьте себе, три четверти ответили нет. Вы себе представляете, да? То есть насколько народ там совершенно ждёт, скажем так, он живёт в другом мире, чем лидер этой страны, и ждёт других изменений. Недавно мне попались некоторые видеоролики из одного из таких более-менее хороших районов Тегерана. Женщины там ходят без хиджаба, абсолютно современно одеты. Люди абсолютно ведут себя, как в западном мире. И видно, этот исламский режим не очень там на них действует и не очень может с ними справиться. Очень интересная дискуссия. Я надеюсь, в следующий раз мы успеем также обсудить с падением, скажем так, главарей этих режимов, как путинского режима, так и иранского. Да. Изменятся ли эти страны, да? Перестанут ли они быть такими агрессивными, как Иран желает абсолютного уничтожения Израиля, так же, как и Россия желает абсолютного уничтожения Украины. Полного. Это обсудим в следующий раз. Спасибо большое, Аркадий Милман, дипломат и экс-посол Израиля в России был с нами на связи.